По плану, теоретическая часть, и в теории будет рассказано о природе интуиции, то есть что это такое, потому что у вас слева, семинары, это способы развития интуиции восприятия клиентов. Правильно? Поэтому надо разобраться сначала, что такое интуиция. А когда мы с вами начнем разбираться, что такое интуиция, мы придем к тому понятию, что такое человек вообще. То есть с кем вы работаете, у кого интуитивно хотите воспринимать. То есть нам придется с вами узнать понятие человек, а потом после этого, какие понятия существуют в восприятии интуитивно. Это будет первая часть теории, вторая часть будет упражнение. Упражнение на развитие интуитивного восприятия. Но у нас очень часто в нашей работе необходимо работать с аппаратуем. Почему? Потому что человек это не кусок мяса, а у человека есть что-то такое понятие, как психика. Знаете, да? Мы будем сегодня еще и сами искать, где находится психика. А если психика есть, то ее можно как-то замерить, либо продегностировать. И психику можно разделить на сознательную часть и бессознательную. И если у человека в бессознательной части очень много негативных установок, им очень сложно работать. Ну, допустим, там установка все бабы-дуры. Как вы думаете? Как я теперь думаю в женском коллективе, а? То есть сложно мне будет работать, правда? Установка будет определять мое обещание. А, бессознательная установка? Ну, мы с вами поговорим о бессознательной установке больше. А теперь давайте разбираться, что такое интуиция. Когда вы используете какие-то слова, отвечаете за то, что вы говорите? Пальцем показывайте это. Что такое воздух? Давайте с вами, да? Поблемо. Вы знаете, что такое воздух? А пальцем покажите? Да. Ну, пальцем. Ну, пальцем просто. Воздух. Хорошо. А у вас есть свитер на вас, да? Пальцем ткните, скажите, это свитер. А вот здесь отменились, да? Да. Ткните, что-то поможет. А кожа есть у вас на теле? Ну, вот тоже ткните на теле, это абсолютно не будет. Хорошо. Смотрите, да? Человек знает, он показывает. А вот здесь, смотрите, а душа, вы знаете, что такое? Ну, типа, если ты пройтешь на душу. Да, вы спросите, не знаю. А как же я знаю, если я не знаю, где ткнуть? Смотрите, я таксист, вы меня останавливаете? Только не успокоите, я встаю зато исключаемый таксист. Вы говорите, ну что, подвезешь там на Сиреневый бульвар? Да, я говорю, подвезу. А на машине ты будешь везти? Я говорю, только машина. Машина – это холосовское понятие. А вот такие, наверное, как-то странно, да? И говорите, а покажу пальцем машину? Я говорю, так. Машину пальцем показать невозможно. Она есть, но показать ее нельзя. Вот что вы подумаете? Что я какой-то странный таксист, правда ведь, а? Конечно, но если человек не видел что-то, он это и вообразить не мог. Да, я хотела сказать, что когда-то видел, что это может углодить. Да, если видел, то может углодить. Давайте я вам порассказываю про эксперименты научные, а потом дальше про то. Американцы взяли две улитки, но эти улитки образовывают пары. Вот две улитки образовали пары. Одну оставили в Америке, другого Франца отпустили. В Та, которая во Франции, капают ей раствор кислоты, ну, легкой кислоты, да. И она сжимается. В это же самое на ней сжимается улитка, которая в Америке. Опять капают, сжимаются. И в это же самое на ней сжимается в Америке. Почему? Теперь получается вопрос. Если у меня в моем биологическом биополе находится некая информация, образ. Ваше поле, если вы видите руки, пересекается с моим, не важно, где вы находитесь. А у меня информация, допустим, там, вот, как я выросла, да. Все бабы-дуры, все бабы-дуры. Ваши информация, ваш опыт, ваши образы можно считывать. И ваши образы влияют на отношение к вам, других людей. Мысли. Образы я могу только в том случае, если... Вот я, я нарисую так вот, другое я, вот так вот, да. Если оно может, у него есть такая способность, брать и свое внимание накладывать на его пространство, вот так. Вот если я свое внимание могу наложить на ваше пространство, я могу узнать, о чем вы думаете, какие у вас возможно. Могу там рассказать, кем мы были в детстве, еще ванга, да, вы понимаете, там, какие-то способности, которые мы раскладывали. На самом деле, это просто чистая физика. Мы растягиваем свое пространство. А вы верите в эту вангу? Я не верю в вангу, почему? Потому что я знаю, что это работает. Мы начали с ним первое, чтобы заниматься, он тренировал меня создавать разные тела. То есть я женское тело создавал, очень бесконечное, женское тело. Я сейчас своей жене подсказываю иногда, там, в каких местах она внимание освещает, ну, вовремя сексуальности, да, потому что в лучшем иске это было, я говорю, ну, да, внимание освещение. Вот. Потом он меня тренировал видеть в темноте, чтобы я ауру начали видеть. Я помню, как я первый раз это увидел. Незабываемое впечатление. Я помню, как я первый раз понял, что я сплю. Потом мы с ним начали встречаться во снах. Сначала не во снах, а на его тело спит, а ты видишь, вот он стоит. Ты знаешь, что я сплю, вот он стоит. Ты с ним общаешься, потом просыпаешься и обсуждаешь, что мы делали во снах. Потом мы стали с ним ходить все к матери его, ну, к жене, да. И там делали всякие образы, гонялись в ней, пугали ее. Она уже спалась, и она там снимает. Я из этого сделал вывод, что вот эти наши пространства, наше пространство, ну, как внимание, да, а вот другого человека, в нем пространство его. Вот если мы будем вот так, у меня вот такой значочек, а у него вот такой, допустим. Вот я никогда не смогу ощутить его пророче, а он никогда не сможет мою сниженку ощутить. Почему? Нет наложения пространства. Для того, чтобы было ощущение мое, я должен так раз и наложить пространство. Вот когда я так накладываю пространство, я вижу, что у него, а он у него не видит. В конечном итоге, когда мы с вами, вот на рисунке здесь, прочищаем информацию из негатива, у нас расширяется сознание. Мы становимся осознанными людьми. Мы начинаем больше контролировать себя, свою психику, другого человека, потому что мы чувствуем его, да, как отнаемого. То есть, если я взял баночку в руку и смотрю на что-то, либо...